В 2020 году нашему земляку, герою социалистического труда Константину Алеевичу Вануйто исполнилось бы 100 лет. Слава о ямальском труженике разрослась далеко за пределы округа. Простого тундровика из семьи Ленинвода знала вся страна. Он представлял интересы народа в Верховном Совете СССР. Целеустремленным трудолюбивым он навсегда останется в памяти земляков. Благодарные потомки помнят его заслуги. Его имя будет высечено на памятнике труженикам села, который в данный момент возводится в городе Тюмень. Его дочь, Надежда Константиновна Вануйто, в преддверии знаменательного события поделилась с нами, каким был человеком ее отец и насколько важно чтить память наших героев ямальцев. Его очень уважали люди, где бы он ни работал, с кем бы он ни разговаривал, с уважением относились к нему. И он сам умел относиться к людям соответственно. Сейчас вот у нас начальство ведь не делает работу рабочих. А он сам садился на эту лодку и ловил рыбу. Это я хорошо помню. Вместе с рыбаками он ездил на рыбалку. Он в кондоре не сидел. С 40-го года он стал оленеводом. У нас же тоже коллективизация была. Появились колхозы. Он стал оленеводом в колхозе коммунар. Потом, значит, бригадиром. А вот с 50-го года он стал председателем колхоза коммунар в Новом Порту. Наравне с орденом Ленина, как я тогда помню, или сейчас, потом или дошло до меня, вручали одновременно и орден героя соцтруда. Вот вместе их получил. Сначала Ленина ему, потом орден героя. По датам я это сделала в заключении. В один год, в 58-м году он одевал иногда. Он мне портрет, где, вот, вот эти он одевал. Остальные, конечно, значки другие он не одевал. Ну, вот видите, первый орден. Правда, плохо видно на фотографии. Это он, этот, за трудовые отличия, по-моему, да? Особенно это имеет значение для семьи, чтобы внуки и правнуки знали о нем, какой человек у них, этот, глава семьи, скажем, откуда они произошли, от какого человека. Это очень важно. Сейчас я, например, хочу немножко это... Ему же сейчас сто лет в этом году. Уже было сто лет. Но я не успела с этим, в связи с коронавирусом. Ну, маленькую такую книжечку, брошюрочку хочу сделать. Вот. Для памяти. Я уже начала. Для всей молодежи, как, ну, если... У нас же ведь молодежь в основном хорошая. Они будут просто подражать ему. Ну, может, пример его бы у себя ставить. Особенно земляки в Ямыльском районе, я имею в виду. Потому что они тоже знают, что он жил здесь. И предков... Ну, да. Не предков, а потомков знают. Вот, например, у него сейчас внук растет. Этот уже вырос. Хозяйство оленеводство все еще ведет. Ну, это Концентин. Вот это я называла его честь деда. И вот олень у нас до сих пор есть. Останется жить в делах. Это корреспондент Татьяна Копылова была. Правда, она умерла. Она у меня брала интервью. И это мне самой тоже очень... У меня тоже такая газетенка есть, хранится. Потом, значит, что еще? Ну, самое ценное, конечно, вот эта карточка. Откуда она у меня появилась, я сама не знаю даже. Вот это самое основное. Когда он начал трудиться официально. И когда в партию вступил. И все тут. Документы, копии вот этих героев труда. Вот цены подлинники у нас в семье хранятся. Я не захотела отдавать. Я говорю, когда они захотят отдать, тогда я дадут. Пока я живая, пусть у нас в семье будет это. Ну, вот все что. Ну, Орден Ленина. Книжечка вот она. Ну, самые ценные, конечно, фотографии его. Это молодости, фотографии нету особо. Вот у мамы моей молодости нет. Но и фотографии нету. Только вот в 76-м году, помню, паспорта меняли. Вот тогда ее и сфотографировали. Он никогда нас не наказывал. Особенно меня. А я была очень беспокойным ребенком. Придумывал всякие игрушки ненецкие для меня, чтобы я спокойно себе вела. И пока не учишь, да, еще соревнования устраивал. Это, знаете, вот эти кольца из рогов делали, завязывали веревочки. И еще вот на такую палку одевалась и снималась. Потом опять одевалась туда. И очень интересная игрушка. Я однажды своим современным взяла такую штучку. Ну, немножко поиграли, немножко поснимали. И все. Сейчас телефон. Он уже в детстве, в шести лет, он командовал все и оравы, братья и сестры. Как он сказал, так и должны сидел делать. Ну, упорство, конечно. А главное – воспитание все-таки. Пусть все хоть сурово воспитывали нас. С четырех лет ты уже кто-то должен делать уже. Шесть лет – это уже капитально. У тебя уже появляются обязанности. Восемь-девять лет – это уже все. Почти взрослый. Одиннадцать-двенадцать лет. Детство нужно забыть. Ну, конечно, вспоминать-то иногда вспоминают. И бывают такие минуты. Но в основном, если семья работает или кохлает, или что-то, чум ставят. Дети должны помогать. Мне самое главное удивляет то, что он говорил по-русски нормально. Писался эти доклады сам лично. Потом давал мне их. Ошибки исправлять я исправляла. А вообще, я удивляю. Это у меня удивительный человек для меня. Музыка. 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 Музыка.